В зале администрации прошло второе плановое заседание Думы Артемовского городского округа, которое не состоялось в октябре. На заседании присутствовали все 20 депутатов, а в повестке значилось 15 вопросов, которые требовалось рассмотреть и принять по ним соответствующие решения. Прежде чем заняться решением серьезных вопросов, председатель Артемовской Думы Владимир Арсенов поздравил депутатов с днем рождения. Коллеги, одна из приятных миссий – это поздравить с днем рождения наших коллег. Пожелать им всего, то, что можно пожелать в этой жизни – здоровья, любви, счастья, семейного благополучия. Поэтому поздравляем Алену Радиковну с днем рождения. У нее даже юбилей. Поздравляем Алексея Павловича, Сергея Павловича. С днем рождения. И еще один волнительный, но приятный момент – вручение удостоверений и значков избранным депутатом Думы Артемовского городского округа 7-го созыва. Помимо этого, Константин Михайлович напомнил собравшимся об указе губернатора за номером 100, а также о постановлении главного санитарного врача Роспотребнадзора Свердловской области, о введении так называемых чистых зон системы QR-кодов и масочного режима на территории Артемовского городского округа, за нарушение которых предусматриваются штрафные санкции внушительных размеров. Я вам хочу напомнить, что администрация Артемовского городского округа является вот такой чистой зоной, где вход только по QR-кодам или по тем документам, о которых я уже говорил. Мы здесь не обсуждаем, положено это или не положено. Мы исполнительная власть, мы исполняем законодательства Российской Федерации и законы Российской Федерации. Я, коллеги, еще раз прошу вас обратить на это внимание, еще раз дополнить информацию в Думу Артемовского городского округа, у кого все это есть, соответственно, чтобы не было у нас никаких рецептов в дальнейшем, и мы могли с вами полноценно работать над бюджетом, полноценно работать вы как депутаты, мы как исполнительная власть. Это очень ответственно, это очень серьезно. Очень эмоционально рассматривалась информация счетной палаты ОГО по проверке эффективности финансово-хозяйственной деятельности МОП «Лебедкинская ЖКХ», где был обнаружен переход финансовых средств на премию работникам, которая за два года исчисляется с суммой порядка 563 тысяч рублей. Почему в убыточном МОП «Лебедкинская ЖКХ» в нашем убыточном начисляются какие-то премии вообще? То есть если предприятие работает в убыточном, на мой взгляд, не только на мой взгляд, но я свою точку зрения выражаю в данном случае, то о каких премиях может идти речь? Во-первых, полмиллиона, как повторила Елена Александровна, это у нас получилась сумма за два года, 19 и 20 год. Средняя зарплата, я говорила, средняя зарплата в 2019 году у нас составила 19 829 рублей, а в 2020 году средняя зарплата составила 18 881 рублей. Для наших мерок эта зарплата невелика, учитывая то, что у меня работники получают зарплату по МРОТу 12 700, и как-то я должна, еще я говорила, что такое премия? Премия – это выплата за плодотворный труд. Да, я согласна, не было у меня положения в оплате и оптимировании, я исправила. Да, Елена Александровна, я предоставила все документы. Ошибка выявлена, ошибка исправлена. Работники на совещании, когда у нас было собрание в Мутне, все категорически отказались возвращать данные деньги, так как это деньги получены лично за их плодотворный труд. Что МУК делать в первую очередь? Что у меня работники делают? Они стараются обеспечить качественной услугой население. Поселок Красногвардейский, село Лебедкино. Когда-то были какие-то жалобы от населения, что мы плохо справились с данной проблемой, что мы плохо подали тепло, что у нас какие-то проблемы с водой. Они бывало и ночью 40-градусные морозы выходили и все исправляли и делали. И этот труд законно, так сказать, с ошибкой, но был оплачен, ошибка исправлена. Это конкретная премия за конкретно произведенный труд человека. Каждый труд должен быть оплачен. Если это был труд, как бы на самом деле качественный, человек достоин премии. Это определяет руководитель. Из тех финансовых возможностей, которые у него имеются. Еще один момент заинтересовал депутатов. Это материалы, предназначенные для ремонта крыши, которые странным образом перекочевали в неизвестном направлении. Но благодаря проверке счетной палаты, стройматериалы благополучно нашлись и были возвращены на место. Также было много вопросов по качеству и расходованию твердого топлива, которое используется местным ЖКХ. Но при всем этом не нужно забывать, что муниципальные и унитарные предприятия – это отдельное юридическое лицо. Да, учредителем МУПов является администрация АГО. Тем не менее, администрация не имеет права вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность учрежденного ЕЮМОПа. Далее депутаты рассмотрели информацию счетной палаты Артемовского городского округа о результатах проверки эффективности использования муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальным и унитарным предприятием Артемовского городского округа «Люкссервис» при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности в 2019-2020 году и текущем периоде 2021 года. «Люкссервис» мы, так скажем, социально значимый объект и поэтому субсидии нам для работы просто необходимы. Но при этом получается, мы выставили счет предприятию-арендатору, мы еще денег не получили, а у нас уже это высчитали и на эту сумму субсидий выдают меньше. И получается, что вот такими методами у нас за счет того, что арендаторы из года в год не платят арендную плату, у нас предприятие попало в убыток где-то порядка 800 тысяч. 800 тысяч. И у нас возможности закрыть эти долги реально нет. На сегодняшний день вот у нас Вильмякина 490 тысяч лежит у судебных приставов полгода. Ни копейки не поступило. Ни копейки. Сейчас порядка 160 тысяч должна, тоже практически не платит. Начинаешь вести разговор с ней. Она говорит, да вы что хотите? Вы подали судебным приставам. Вы что у меня-то спрашиваете? У судебных приставов спрашивайте. Это уже не ее долги получают. Их взыскать невозможно. Какие меры вы принимали по взысканию этого долга? Письма писали ей. Ростовный договор, концепция с ней. Пригласите ее сюда на Думу, как она собирается отдавать деньги. Вы будете навестить Вильмякина? Я бы сейчас переехал в другое место, я ничего не должен. У нас арендных помещений полно в городе. Мы, получается, платим за тепло, за то, за другое. И постоянно убытки жмать. Дело в том, что Вильмякина на сегодняшний день задолженности у нее перед нашим предприятием по действующим договорам по одному только 160 тысяч. А так она реально платит. Долги у нее накопились в прошлые годы. До меня, до много до меня. Это складывалось, допустим, с 2018 года долг рост. А взыскать с нее, ну, в принципе, взыскать с нее проще, чем с какого-то ООО. В каком плане? Она индивидуальный предприниматель, она отмельчает своим имуществом. Но на сегодняшний день судебные приставы за полгода у нее ни копейки денег не взяли. Я не знаю, конечно, тут помощь нужна, родит администрация, может быть, бездействие судебных приставов. Но мне, с одной стороны, непонятно. Она работает, у нее есть кассовый аппарат, она наличными деньги принимает, счета у нее арестованы. Но почему за ней никто не следит? Я ведь не могу этим делом заниматься. Не могу. У меня нет таких полномочий. У нас в расходных полномочиях на содержание вот этого социально значимого объекта наших бань ни копейки область не дает, это полномочия наши. Если посчитать, то нам необходимо порядка 7 миллионов рублей для содержания двух наших комплексов полномочных. Вот такие суммы. И мы, так скажем, пытаемся из своего скудного бюджета находить средства для того, чтобы, вот Александр Юрьевич говорит про эти субсидии, для того, чтобы поддержать. Потому что социально значимый объект, мы не можем цены такие поднять большие, но от этого все вытекает. Депутаты единогласно проголосовали за решение, озвученное председателем Думы Владимиром Арсеновым. Поручить счетной палате Артемовского городского округа в феврале 2022 года провести проверку по устранению нарушений и недостатка появления счетной палаты. Это о том, что Михаил Сергеевич предлагал. В решении это есть. Прошу, кто за данное решение, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Спасибо. Следующий рассматриваемый депутатами вопрос – это информация счетной палаты о результатах контроля за принятием МУП АГО Мостовское ЖКХ мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных счетной палатой по ведению финансово-хозяйственной деятельности МУП Мостовское ЖКХ. Контроль мероприятий, который проводился в 2020 году, акт проверки составил 18 марта 2020 года, называется контроль за принятием МУП АГО Мостовского ЖКХ мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных счетной палатой в ходе контроля мероприятия, который проводился в 2018 году. Акт проверки был составлен 16 марта 2018 года и недопущение их в дальнейшем. Те нарушения, которые были выявлены в проверке 2018 года, они повторяются в 2020 году, отраженные в акте проверки. В них выводы, которые у вас в информации в конце написано. Выходитель предприятия допущен нарушение требований к губалтерскому учету, повлекшее значительное искажение показателей, выраженное в денежном измерении, которое перевело искажение информации об активах, обязательствах финансовых деталей. Это же самое нарушение было и выявлено в 2018 году. Мы, получается, брали данные в комитете управления имущества и говорили, почему губалтерская отчетность, представленная вам, она недостоверна. Мы сравнивали регистры губалтерского учета предприятия и те отчеты, которые предоставляются в КУМЕ. Соответственно, комитет по управлению имуществом является учредителем в тот период. Они должны были рассмотреть вот это замечание счетной палаты и принять какие-то меры. Соответственно, точно так же, нарушение трудового законодательства, положение премирования работников предприятия, не указан совокупный размер поощрения работников. В пункте 4.2 положения премирования определено, что текущее премирование начисляется работникам по результатам работы организации в целом. Решение о выдаче премии работник по ее размере принимается и директор самостоятельно. Это нарушение мы писали. Предприятие не согласилось с замечанием счетной палаты. И в 2020 году мы выявили, что это нарушение остается. Потому что размеры премии не определены. И планы фонда платы труда сотрудникам счетной палаты невозможно было рассчитать. Идет превышение, нет превышения. И какие суммы списываются на себестоимость предприятия. Поскольку это является коммерческой организацией. Мы предоставляем им имущество. И он должен оказывать качественные услуги населению. Любая проверка счетной палаты подразумевает выявление нарушений. Но мы не карающий орган. Понимаете? Нам на основании этих нарушений нужно сделать системный анализ. И исключить в наших мупах, не обязательно там у Михаиловича, во всех мупах эти вот замечания. Потому что они практически везде идентичны. Мы сейчас, если вы слышите, как раз и переводим положение опримеров, чтобы оно было типовое. Другие моменты нормативно-правоварки. Чтобы исключить вот эти системные нарушения. Они всегда будут в любом предприятии. Понимаете? Если счетная палата отправила в прокуратуру, прокуратура увидела какие-то нарушения, отправляет в полицию, в ОМВД. Расследуется, смотрит. Если нет ничего, то напишет. Но есть, так скажем, некоторые депутаты говорят именно об уголовной ответственности. Я про это вообще не говорю, потому что мы не имеем права про это говорить. Мы говорим о тех нарушениях, которые выявляют счетная палата в рамках бюджетной политики. Других каких-то нарушений. Вот такие они рабочие нарушения, которые мы устраняем. Мы сейчас рассматриваем вопрос по массовскому ЖКХ. Да, были выявлены нарушения. Да, мы с вами, коллеги депутаты, принимали решение о том, чтобы провести еще контрольное предприятие. Как устранено? То же самое, как мы сейчас приняли решение по люксервису и по ребятки из ЖКХ. Я думаю, что через какое-то время провести контрольное предприятие и посмотреть. Устранили эти нарушения, устранили. В проекте решения все у вас написано, коллеги. Я думаю, в дискуссии тут нужно прекратить. И я просто советую вам принимать решение и работать по проекту решения. Все обсуждено. По данному вопросу депутатская комиссия вынесла на Думу следующее решение, которое зачитал председатель Думы. Контроль за предприятием мирового муниципального предприятия, «Мостовской мер по устранению нарушений недостатка выхода на счет направлений, проверка московского ЖКХ, соблюдение порядка управления, использование эффективности муниципального общества, недопущение и их принятие сведений». Депутаты проголосовали единогласно. Можно сказать, что самые сложные вопросы повестки заседания Думы преодолены. Остались не менее сложные, но менее проблемные. О начале отопительного периода 2021-2022 годов на заседании Думы доложил заместитель главы по жилищно-коммунальному хозяйству администрации АГО Александр Миронов. У депутатов главного хозяйственника округа появились вопросы. «У вас в отчете было, что запас с топлива 3200 тонны и ожидается еще 15 тысяч. Подступили 15 тысяч тонн?» «Нет, ожидается, что у нас общее количество подъемлений топлива по всем муниципалям, я считаю, что на отопительный сезон. То есть у нас 3000 на начале отопительного сезона там было. И сейчас, на сегодняшний день поступило было 8 вагонов на площадку Далова, включая ККЗ при приеме, Астон-Гладинский и 6 вагонов, ой, здесь, 3 вагона поступило на станцию Егошина и еще дополнительно сейчас идут еще 3 вагона. То есть вот буквально во вторник они должны подрешать. То есть получается, на ККЗ, если я не ошибаюсь, площадка, это у нас Лебеткинского ЖКХ, да? Да, да. А у остальных муфов где убыль? Да, у насевидная доля по потреблению топлива, это как раз направление Красногвардейских. Красногвардейск, Сосновый гор, Лебеткин, Писанец. А здесь вот то, что связано с Мировым, с ККХ, это поставка идет на станцию Егошина. А прогресс? Железная, ну и прогресс уже. А Сосновый гор, че, где? А не стало выключаемым в Красногвардейске, как и казалось. А угля, количество угля хватает на топливную СИЗО? Да, у нас заключены договора с управлением Санжелией Избитой на поставку топлива на весе топлива. То есть вы по нормативу? Да, нормативы тоже согласованы у нас с Министерством альбинетики, то есть каждое предприятие согласовывает нормативы по потреблению угля по каждой котельной угля. Угольная имя для топлива. В этом году, да, в том году качество, вот у них поставки, то, что идут в начале года, ну не в начале года, извиняюсь, в начале этого сезона, а хорошее. Вот в том году, после Нового года, качество угля, ну, по крайней мере, по информации, ну, вот оно не устраивало много. А вот в этом году, вот то, что поставки уже не сочетались, ну, вот по информации не устраивало. По словам заместителя главы Артемовского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству на территории Артемовского городского округа, имеется 45-дневный запас твердого топлива, и в ближайшие дни ожидается дополнительные поставки угля по уже подписанным и оплаченным договорам. Депутаты выслушали докладчика и его ответы на вопросы, и единогласно приняли к сведению всю вышеизложенную информацию о начале отопительного сезона 2021-2022 годов. Далее депутаты заслушали доклад заместителя главы администрации Артемовского городского округа Александра Миронова о внесении изменений в правила обращения с отходами производства и потребления в Артемовском городском округе. Основные моменты, которые, значит, вносятся данные правила, это связано с изменением законодательства. То есть все изменения, они касаются, в общем-то, где-то формулировки немножко меняются. Ну, если зачитывать, допустим, за три пункта, три правила заложить там в следующей редакции, отходы производства и потребления, далее отходы, и идет расчифровка, что это вставляет, то есть вещества или предметы, ну, зачитывать не буду, то есть в основном это вносятся изменения в определенные абзацы или пункты, значит, этого... Приводится в соответствии с законодательством. Коллеги, есть вопросы к Александру Ивановичу? Вопросов к Александру Ивановичу у депутатов не оказалось, так как все изменения необходимо внести в рамках действующего федерального и областного законодательств. Еще один важный вопрос рассмотрели депутаты. Это информация счетной палаты Артемовского городского округа о ходе исполнения бюджета Артемовского городского округа за первое полугодие 2021 года, о которой доложила председатель счетной палаты Елена Александровна Куриина. Данный вопрос комиссия рассмотрела. Едино-класс мы решили вынести данный вопрос на Думу. Ну и тем более, что вопрос-то за первое полугодие, в декабре уже 9-10, нам рассматривали. Поэтому предлагаю сразу голосовать и не заслушивать. Вопросов по исполнению бюджета у народных избранников не оказалось. Поэтому они приняли к сведению данную информацию и единогласно проголосовали. Далее депутаты рассмотрели вопрос об утверждении перечня имущества передаваемого из муниципальной собственности Артемовского городского округа в собственность местной православной религиозной организации «Приход во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла». Депутаты с одним воздержавшимся проголосовали за передачу данного имущества в собственность РПЦ. Далее депутаты ознакомились и единогласно проголосовали за утверждение перечня имущества, передаваемого из муниципальной собственности Артемовского городского округа в государственную собственность Свердловской области. Также единогласно народные избранники проголосовали за внесение изменений в порядок применения взысканий, за несоблюдение муниципальными служащими ОГО ограничений и запретов, установленных в целях противодействия коррупции. Не вызвал затруднений и вопрос о назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Артемовского городского округа о внесении изменений в устав Артемовского городского округа. Данный вопрос был рассмотрен на комиссии. Приняли единогласно вынести на публичные слушания проект решения Думы о внесении изменений в устав. Депутаты проголосовали единогласно. Большая полемика развернулась по поводу аккредитации журналистов газеты «Егоршинские вести». Но досталось всем. Один из депутатов Риана возмущался, что смешники ходят по залу и ведут фото-видеосъемку во время заседания Думы. А как же иначе нам показывать и рассказывать о деятельности народных избранников? Надо отдать должное депутатам. Всерьез выгонять журналистов и операторов никто не собирался. Наоборот, многие депутаты заступились за представителей СМИ. Я просто за журналистов хочу заступиться. Почему? Зал не приспособлен. Ну, смотрите, уже узко. Здесь узко. Но по идее, где встать правильно, чтобы правильный ракурс был. Зал виноват, а не они, а журналисты. Это от администрации зависит. Крепутам журналистов в зале летятся. Общественники сидят и не могут. Они друг к другу, как килька в бочке. Не надо зажимать, предположим, работу СМИ. То есть надо дать возможность освещать. Потому что, возможно, у нас город должен развиваться. И развитие должны люди узнать. И надо совместно. Не стараться сейчас перетянуть, что вам нельзя, а нам можно. Нет. Мы живем в одном городе. Все вместе. Давайте решим, как будет удобно им, как удобно нам. Возможности эти надо объединять. Надо не рубить друг друга, а помогать. Они будут помогать нам, помогать населению. Мы все живем в Артемовском районе. И мы должны научиться сейчас сами. И, в первую очередь, депутаты должны научиться взаимодействовать со всеми структурами. Полемика была жесткая. Тем не менее, аккредитация журналистов, освещающих деятельность депутатов Артемовской Думы, завершилась единогласным согласием всех, без исключения голосовавших депутатов. Несмотря на единичные выпады против журналистов и их профессиональное исполнение своих обязанностей, защищенных, кстати, не только законом ОСМИ, но и Уголовным кодексом Российской Федерации, разум артемовских народных избранников все же превзошел эмоции. Даже у тех, кто затеял эту нелепую полемику.